Всем привет! Сегодня осмотрим, какие события изменят, если не всё, то очень многое у вашей проблемной ситуации, ну и в жизни в целом. Просмотрим ваш жизненный путь на ближайшее будущее. Карта Медведь. Мощная карта. Говорит о вашей внутренней силе, о ваших ресурсах. Вы сможете преодолеть всё, что было, да? У вас есть внутренняя сила, у вас достаточно ресурсов для того, чтобы оставить прошлое позади и отправиться в новый путь. Открыть новые двери. А здесь карта говорит о том, что будет открытие каких-то новых дверей, новых возможностей, и у вас для этого будет всё, что вам нужно. Сила, знание, умение, опыт. Вы человек самодостаточный. Возможно, из прошлого вы получили какой-то ценный опыт, и теперь вы идёте с этим вперёд. Вы будете просматривать какие-то возможности для себя. Для вас открывается какой-то путь, где вы сможете реализовать свои планы. Да и вы будете просматривать возможности, просматривать пути реализации, планировать свою жизнь. Карта может давать совет, да, присмотреться, присмотреться к тому, что на первый взгляд для вас может не иметь большого значения. Здесь совет карт присмотреться к ситуации, к окружающим людям. Продумайте лишний раз свои действия, да, вот не спешите с принятием решения. Под лупой, под увеличительным стеклом изучите ситуацию, прежде чем действовать. Потому что колодец говорит о том, что есть какие-то моменты, о которых вы не знаете, они спрятаны глубоко, не видны вооружённым взглядом. Карта колодец говорит о какой-то глубокой тайне, да. Это даже глубже, чем книга. Книга сама по себе символизирует тайну в Ленорман. Но колодец это ещё глубже. Это что-то, что спрятано очень глубоко от вас и до чего вам, ну, в общем-то, самостоятельно, может быть, даже не докопаться. И карта предупреждает о том, что есть какое-то двойное дно, какой-то обман, некая туманность. Что-то, что спрятано от ваших глаз. И, возможно, человек не хотел бы, чтобы это всплыло. Да, чтобы вы об этом узнали. Здесь такой момент. Но вы под увеличительным стеклом можете просмотреть эту ситуацию. Вы можете для себя сделать правильные выводы о конкретном человеке, например. И у вас будет для этого всё, внутренняя сила, какая-то мудрость. Ваш жизненный опыт, он научил вас многому. Поэтому вы просто лишний раз перестраховывайтесь, да. Не доверяйте всем и каждому. Доверяй, но проверяй. Здесь вот такой вот совет идёт. Потому что вас легко могут вести в заблуждение лабиринт. Возможно, так уже бывало, да. Вы страдали от чьих-то манипуляций. Но карты говорят о том, что ваш жизненный опыт, он, в принципе, вас научил многому. И если вы будете присматриваться и анализировать людей, анализировать ситуацию и свои шаги будущие просчитывать, продумывать, вы избежите многих неприятностей. И карта «Якорь». Карта «Якорь» и карта «Рыбы». Говорит о денежной стабильности, да. Если для вас актуальна сейчас стабильность именно финансовая, вопросы работы. Карты говорят о том, что, опять-таки, просматривайте ситуацию досконально, да. Постарайтесь вникнуть в суть. И, в принципе, у вас в работе будет успех, ну, стабильный такой успех, да. От какого-то такого роста нарывка здесь карты не показывают. Карта все-таки «Якорь» — это стабильность. Это что-то, когда у вас есть фундамент, да, и просто вот все хорошо. Здесь вот такой вот момент. Но о вас будут много говорить или говорят уже разговоров. Разговоры темные. Карта «Совы» достаточно такая темная. Карта, в принципе, негативная. Особенно в данной колоде много разговоров каких-то завистливых о вашей какой-то стабильности. Не обязательно финансовой, а, в принципе, о вашей стабильности в целом. Вы человек стабильный. У вас есть какая-то стабильность, какой-то фундамент. Вы что-то себе либо заработали, либо обеспечили. Над чем-то вы долго работали и получили эту стабильность. Но людям кажется, что вам это досталось несправедливо, да. Поэтому сплетни, разговоры за вашей спиной, которые создают вам тучи, создают вам проблемы. Но вы все равно выходите в прояснение, да. Вы строите свою жизнь так, как нужно вам. И у вас будет поддержка Вселенной. Карта «Клевер», карта «Удачи», «Фортуны». Удача на вашей стороне. Поэтому тут все ваши страхи, сомнения нужно просто оставлять позади. Двигаться вперед. Просматривайте ситуацию. Просчитывайте свои действия, свои шаги. Учитывайте тот факт, что есть люди, которые что-то там о вас где-то говорят, не совсем в позитивном ключе. Но удача на вашей стороне, и это главное. Давайте посмотрим карту «Клевер». Партнерские отношения здесь вас ждут. Здесь какой-то будет момент счастливой случайности, да. Когда по воле случая, да, какой-то партнерский союз у вас будет. И в этом партнерском союзе вы раскроете какую-то тайну, да, какой-то секрет. Что-то вы узнаете. Кто-то вам окажет какую-то помощь. Я вижу по карте гроб здесь было разрушение когда-то этого партнерского союза. Разрушилось что-то. Трансформировалось, да. Но здесь будет раскрыта тайна. Тайна, которая, в принципе, откроет вам какой-то новый путь. Человек рядом с вами будет. Человек, возможно, это знакомство. По карте букет это знакомство. Это может быть новый человек. И, кстати говоря, что мужчина, да, выходит мужчина. Для кого-то новое знакомство, для кого-то просто встреча. С человеком, которого, скорее всего, давно не видели. Раскрывается какая-то тайна обсуждения обстоятельств, каких-то будет происходить. Возможно, с документами связано. Иногда книга показывает вопросы, связанные с документацией, бумагами. Но карта корабль говорит о том, что вы придете к общему знаменателю, вы отправитесь в новый путь какой-то. Ваш партнерский союз получает дальнейшее развитие и процветание. Поменяете курс карта, карта компаса. Смена курса. Вы будете двигаться в каком-то ином направлении, избирать другой путь, делать шаги совершенно в другую сторону. Потому что дальше идти по тому пути, по которому вы шли, видимо, невозможно. Нужно что-то менять. Перемена вас ожидает какая-то. Перемена вашего пути. Да, не просто будет какие-то конфликты за вашей спиной, разговоры. Но вам нужно просто брать и выметать весь негатив из собственной жизни. Закрывать какие-то связи. Знаете, как-то убирать негативных людей из своего пространства. Это не всегда просто. Очень часто с нашими недоброжелателями нас что-то сильно связывает. По возможности, конечно, сокращать общение, потому что очень много людей здесь несут вам негатив. Совы и метла. Вы человек успешный, карта лилии, человек процветающий. Вы можете достичь больших высот. У вас есть для этого внутренние ресурсы. Вам благословение дала на это Вселенная. Но завистники не дремлют. Есть люди, которые, скажем так, менее удачливы, чем вы. И об этом нужно помнить. Ваш путь ее будет светел и полон новых свершений, покорения новых вершин. Удача, счастье будет пребывать с вами в том случае, если вы найдете обходные пути от ваших завистников, от той ситуации, в которой, возможно, вы оказались по вине людей здесь. По вине людей здесь разрушение какого-то партнерского союза важного для вас. Вы все равно выходите на просвет. Ваш путь будет светел чист. Потому что у вас в душе, собственно говоря, большие ресурсы, которые даны вам свыше. Вы человек терпеливый. Вы человек, который любит стабильность. Человек, который идет все время вперед. Вы человек, который умеет общаться с людьми. Карта сад. Ну и, в общем-то, мужчины на вас тоже внимание обращают. Вы как женщина привлекаете мужчин. И все это является предметом обсуждения вот где-то за вашей спиной. Ну, что делать? Значит, вы интересная личность. Ну, давайте посмотрим, что карты еще нам расскажут. Ну, вот, интересно очень. Все у нас разворачивается. Оказывается, будете стоять перед каким-то выбором. Что у вас за выбор будет в жизни? Что-то вы будете отсекать. Карта такая, знаете, очень серьезная, коса. Когда вы что-то убираете из своей жизни, кого-то отсекаете для того, чтобы вам можно было двигаться вперед. Отсечь не так-то просто. Нужно еще понимать, что нужно отсечь, а что оставить. То есть вы понимаете, что здесь будет какой-то выбор. Сложная ситуация, сложный выбор, когда вы должны будете продумать, как вам дальше действовать. Что вам оставить, кого оставить в своем пространстве, а кого убрать, кого отсечь навсегда. Отсюда могут быть конфликты какие-то, непонимания со стороны людей. Вот вашего какого-то поступка. Когда вы примете решение и кого-то отсечете. Человек, возможно, это воспримет как-то конфликтно. Ну, видите, друг, тот, кто друг, тот останется с вами. Здесь вами будет принято радикальное какое-то решение. Вот если ты со мной, значит, мы идем с тобой дальше. Если нет, значит, я тебя отсекаю. Может быть, это будет касаться мужчины. Возможно. Видите, разговор с мужчиной здесь у вас будет. И я так понимаю, что вы свою позицию очень четко покажете этому человеку. Ну, а он, в свою очередь, что? Он, в свою очередь, хочет с вами отношений. Он хочет сближения однозначно. Хочет стабильности. Хочет с вами дом, семью. Он готов к этому. Здесь человек к этому готов. Но у вас такая принципиальная позиция. Ну, учитывая ту ситуацию, в которой вы находитесь, это, конечно, нормально. Вокруг вас столько тут сплетен разговоров. Постоянное вмешательство людей идет в ваше пространство, да, и вам когда-то уже принесли неприятности, большие неприятности, переживания, да, ситуация, когда вы несли тяжкий крест. Это жизненный экзамен, жизненные испытания с легкой руки каких-то людей, каких-то личностей. Но вы ключик находите. Вы открываете какую-то клетку, вы выходите на свободу, что-то отсекаете. Да, позиция ваша будет в чем-то жесткая, принципиальная. Но это позволит вам открыть эту клетку, в которой вы пребывали долгое время. Здесь будет выход какой-то ваш на путь нового начала. Новое начало, где вы будете продвигаться так, как вам хочется. Вы понимаете, что людей не измените, разговоры будут за вашей спиной. Поймете, да, придете к этому. Ведь вы раньше обращали внимание на мнение окружающих. Ну, потому что очень сложно противостоять толпе, да. Но когда вы поняли, что вас эта толпа сбила с пути, увела вас от вашего счастья, которое вам свыше было дано, вы совершенно по-другому себя поведете. Вы примете жесткую позицию. Вы заставите людей уважать себя и свое мнение. Зависть, да, моменты зависти есть на вашу жизнь. Черная зависть идет. Но вы будете с этим бороться, женщина ведь. Женщина здесь идет, завистница ваша. Как дальше отношения с ней сложатся? Ну, все из-за мужчины. Все из-за мужчины. Как с ней дальше? Да никак не сложится. Она непробиваема. Она смотрит на гору, да. У нее есть твоя цель. И она будет идти на пролом. Вам никогда не найти с ней общий язык. Никогда не будете вы общаться дипломатично, открыто. Да, здесь с друзьями вы не станете однозначно. Потому что между вами вот мужчина стоит. Эта женщина принесла вам одиночество в любви. Башня сердца. Но в итоге с чем она остается? В итоге с чем она остается, эта дама? Хитрая. Со своей хитростью остается. Что-то она там то ли с документами прокрутила, я не знаю, какую-то махинацию сделала. Карты вот так говорят. И возможно она сама останется в этой же ситуации. Вот как она поступила, так поступят с ней. Она потерпит крах в работе, карьере. Что-то с документами. Где-то она допустит ошибку. Что-то там будет не так, и она может пострадать от того же. Здесь однозначно откат какой-то ей идет за ваши деяния. Как человек с вами поступил, так поступят и с ней. С чем вы остаетесь в итоге? Вы в итоге будете налаживать контакты, которые были прерваны по вине этой женщины. Мост будете прокладывать, то есть общение с кем-то будет восстановлено. Перспективы, исполнение желаний. Карта звезда. Когда сбываются ваши надежды, ваши мечты. Когда вы идете в новое и понимаете, что там то, что вы хотите. И что до желаемого рукой подать. Здесь такой вот момент. Но здесь нужно ждать время. Карты часы часто указывают на то, что длительный срок нужно будет переждать, потерпеть. И после этого будет движение. Здесь от вас мало что зависит. Карта кубики, судьбоносная карта тоже, которая говорит о том, что Вселенная будет решать, что кому дать по итогу всей этой ситуации. Фортуна будет на вашей стороне и вам будет дана перемена жизненного пути вашего, перемена жизненного пути. Да, было много потерь, много завистников у вас, но у вас идет новое начало. Обнуление, перезагрузка прошлой ситуации, снятие каких-то масок и процветание и укоренение. Переход в стабильность, когда вы, наконец, будете жить своей жизнью. Вы пойдете по тому пути, который вам изначально был определен Вселенной. Вас избила эта женщина с этого пути, но вы на него встанете. Здесь будут повержены какие-то маски, сняты. Вот этот маскарад, дьявольский бал, который был устроен этой дамой, он завершится в вашу пользу. Новое начало, продвижение, процветание, начало чего-то нового. Вот ожидайте нового развития ситуации, нового витка в ситуации. Думаю, что до этого уже, в принципе, недалеко. Возможно, здесь карта часы может показывать прошлое, что вам долго приходилось ждать чего-то, бездействовать. Вы просто не могли определиться, что вам дальше делать. Здесь все-таки момент прошлого, наверное, потому что на ближайшее время мы смотрим, у вас уже начинается новое начало. Уже будут какие-то подвижки к лучшему, уже вы почувствуете вот это движение, вкус вот этих перемен, которые буквально вот еще чуть-чуть, да, и войдут в вашу жизнь. Вот такой расклад, поэтому тут не переживайте. У вас есть все внутренние силы для того, чтобы все это пройти и выйти победителем, да, выйти в свой личностный успех. Не переживайте о том, что несправедливость какая-то в вашей жизни есть. Вселенная все расставит на свои места. Да, болезненная была история, но контакты ранее прерванные будут установлены. И впредь просматривайте ситуацию, будьте внимательны, разбирайтесь в людях, учитесь разбираться в людях, понимать, чего вы и от кого можете ожидать. Вот, свою ситуацию принципиальную как бы держите при себе. Поверьте, что человек, который хочет быть с вами, он примет любую вашу позицию, он останется всегда рядом с вами. А тот, кто не примет, пусть уходит. Смело отсекайте этих людей, они вам не попутчики по этой жизни. Вот такой расклад, надеюсь, информация будет для вас в чем-то полезной. Я прощаюсь с вами совсем ненадолго. Жду, конечно же, ваши обратные связи, комментариев. И прощаюсь с вами. До встречи в новых видео.